Вот как только что прозвучало, я отношусь к тому хирургическому лобби, наверное, и, наверное, в общем, хирургическую, хирургическую, самый худший вариант лобби, да, оппонента, это оппонент-дилетант. Я дилетант в вопросах облации, поэтому я прошу простить меня заранее, если вдруг что-то я кого-то обижу своими доводами. Но, с другой стороны, мне вспоминается тот исторический факт, когда Антон Яковлевич Пытоль, впервые услышав о трансрультуральной резекции, он сказал, да вы что, с ума сошли, это же каленым железом, опять в средневековье лечить каленым железом. Ну, вот попробуем неким образом понять, как дальше поступать. В помощь мне достаточно четкие, серьезные доклады, и мне будет, наверное, сейчас проще дилетанту говорить о том, что починоклеточный рак, он занимает третье место в мире по заболеваемости среди опухолевых новообразований мочеполовой системы. Ну, и, в общем, развитие лучевых методов диагностики действительно вывело это заболевание на заболевание, которое достаточно рано диагностируется. Согласно клиническим рекомендациям Европейского общества Урогла в 2019 году, резекция почки, ну, принята наиболее распространенным, наиболее, скажем, развитым методом лечения, и позволяет лучше сохранить почную, резекция почки позволяет сохранить почную паренхему, и по сравнению с радикальной нефрактомией, в общем, имеет схожие, схожие онкологические результаты. Методика достаточно хорошо освоена, и при стадии Т1 позволяет сохранить функцию почки и выполнить хирургическое вмешательство достаточно с хорошим онкологическим эффектом. Резекция почки выполняется там открыто, лапароскопически, роботоассистирно, и выбор техники выполнения вмешательства, он зависит от навыков хирурга, ну, и, может быть, еще от обеспеченности лечебного учреждения. Впервые резекция почки по поводу опухоли была произведена аж в 1887 году, затем был долгий период забвения, когда-то, выполнив, скажем, первую свою резекцию, это где-то 2000 год, по-моему, был, я очень сильно гордился собой, с одной стороны, что я смог сделать это, с другой стороны, я боялся, что будет прогрессирование опухоли, и меня выпарют за это. Ну, в общем, как-то, да, случилось так, что эта технология шагнула, и в 1992 году была выполнена первая лапароскопическая резекция трансперитониальным доступом, ну, и дальше этот метод получил дальнейшее развитие. Итак, лапароскопическая резекция при Т1А. Это метод хорошо освоенный. Я думаю, что никто не станет возражать на этот счет. Выработан алгоритм выполнения этой операции. Имеется возможность интероперационного ультразвукового исследования, 3D-моделирования. Трудности этой операции. Интропаринхматозное расположение опухоли или расположение опухоли глубоко в почном синусе. Аблационные методики. Метод, скажем, радиочастотной аблации термодеструкции был впервые применен для операции по поводу опухоли печени. Экспериментальные работы опубликованы в 80-е годы. В 90-х годах уже появились первые результаты. И, значит, в дальнейшем РЧА получила больше развития. Появились первые публикации об аблации опухолей легких, почек, ну, и других органов. Наверное, все помнят это дело. Говоря о терминах, ну, вот сейчас принято, да, стало больше бороться за чистоту русского языка. Итак, аблация или абляция. Как выяснилось, что это оба термины, они применимы, и можно и так, и по-другому писать, и произносить тоже. Ну, о видах аблации только что говорили. И вот они представлены на этом слайде. На самом деле их несколько больше. Виды доступа, ну, исключив открытый доступ, наверное, сегодня при открытой операции аблативные методики, наверное, имеют самое меньшее использование, наиболее используемые сейчас, лапароскопические и черезкожные методы. Что касательно лапароскопического доступа. Несмотря на то, что лучше визуализация опухоли, меньше травматизация соседних органов, ниже риск рецидивов, наверное, лапароскопический метод имеет меньшее использование. Нет смысла. Вот это мое, все, о чем я буду говорить, это все-таки наше мнение, мнение авторов этого доклада, и мое в том числе, говоря о лапароскопическом доступе. Я с трудом угадываю те преимущества перед черезкожной аблацией, поскольку лапароскопический при опухоле в Т1А можно завершить операцию не менее успешно, может быть, с меньшими затратами и с меньшими проблемами. Скажем, из негативных факторов может быть кровотечение с формированием там паранефральной или субкапсулярной гематомы. При лапароскопическом доступе, собственно говоря, тоже. Черезкожный доступ позволяет, по мнению авторов, добиться более короткого койка дня, возможность выполнять подместной анестезией, скажем, криоблация, о которой мы сейчас слышали, и под меньшим прессингом общей анестезии. Продолжительность операции, видимо, несколько меньше, чем при лапароскопическом доступе. Сложность оценки кровотечения, да, невозможность мобилизации почки во время операции, тоже, да, повреждение верхних мочевых путей с формированием урином, повреждение мочевых путей с формированием субкапсулярной гематомы, там, паранефральной гематомы, боли в поясничной области, ну, и так далее. Так что же делать, да, если нет противопоказаний, то при стадии Т1А мы полагаем, что все-таки, если это стандартный, обычный случай, пациент, в общем, стандартный, не имеющий высокой коморбидности, возможно, мы отдадим предпочтение, или невозможно, мы, конечно, отдадим предпочтение стандартной операции. Кому показана аблация? Судя по литературным данным, это единственная почка или трансплантированная почка, билатеральная опухолевая поражение почек, тяжелая почечная недостаточность. Это абсолютные показания. Относительные, они также представлены на слайде, существовавшие ранее неопухоли в поражении контрлатеральной почки, мультифокальность опухоли и элективные показания опухоли менее 4 сантиметров, периферическое расположение опухоли. Американские, как уже тоже в предыдущих докладах отмечалось, в американских рекомендациях для аблации показания шире, и более того, американская ассоциация урологов исключила криоаблацию из списка экспериментальных методов, и теперь это стандартный метод. Ну, европейцы, в общем, расширяются и присоединились к этому в 2009 году, и, наверное, этот процесс будет продолжаться. Говоря об отрицательных факторах, минусах аблативных методик, ну, в общем, об этом стоит задуматься, всегда ли это так. Положительный край? Ну, да, наверное. Понимаете, как положительный край? При резекции не бывает? Бывает. Мы можем ли сравнивать вот так линейно аблацию и резекцию? Конечно, полученный положительный край при опухоли Т1А, когда пациент перенес открытую лилапароскопическую операцию, а сегодня надо говорить только о лапароскопической операции? Это плохо. Наверное, положительный край при аблации это тоже не здорово, однако, вероятно, он встречается чаще. Рецидив? Ну, да, возможно. Кровотечение? Ну, а разве при лапароскопической операции невозможно кровотечение? Невозможность получения окончательной гистологической картины всей опухоли, поскольку исследован только биоптат? Да, конечно, в этом есть серьезные отличия. Замечательно проведенная аблация. Мы видим картинку спустя, спустя там полторы недели после проведенной аблации все хорошо. Все хорошо за исключением, если посмотреть на нижний правый угол картинки, это 12-перстная кишка. Вот картинка несколько поближе, спустя какое-то время произошла перфорация 12-перстной кишки. Возможно это при аблативных методах? Конечно, да. Об этом говорят все. Возможно повреждение как мочевых путей, так и соседних органов. Возможно повреждение при лапароскопических операциях, скажем, 12-перстной кишки. Да, возможно, при нарушении, грубом нарушении хирургической техники. Ну, либо каком-то большом невезении в условиях тяжелого рубцового процесса после перенесенных предшествующих операциях. Еще что отнести к минусам аблативных методик. Недостаточность визуализации для доступа к почке, плотное прилежание соседних органов и структур, то, что мы видели сейчас, почный кровоток, снижающий эффективность процедуры. Наверное, эти вопросы решаются с изменением техники выполнения аблации, но, тем не менее, эти минусы указывают авторы. Это придумали не мы. Итак, в чем преимущество лапароскопической аблации над лапароскопической резекцией? Здесь нужно очень сильно взвесить для того, чтобы понять, что дешевле. Как мы только что слышали, наверное, криоаблация на сегодняшний день, включая все вместе взятое, это вещь более затратная. А вот в пример приводя это очень ранние картинки из нашей, в общем, не из клиники, где я работаю, но из той команды, которая участвовала в написании этого доклада, формировании этого доклада. Это вот, наверное, все помнят помощь, гемостатическая помощь при выполнении резекции почки с помощью РЧА. Забытая на сегодняшний день технология, она несколько смешная, но вот опыт, который мы имеем. Все, на этом опыт практически исчерпывается, исключив еще несколько случаев, которые, ну, в общем, не стоит здесь приводить после серьезных данных, представленных другими экспертами. Таким образом, будучи, в общем, в оппозиции к аблативным методикам при опухоли Т1А, мы не исключаем применение именно через кожных аблаций опухолей в отдельных случаях, особых случаях, такими могут являться, скажем, опухоль почного трансплантата, о котором мы говорили. Тяжелый ретроперитенальный фиброз может быть после нескольких перенесенных лапароскопических или открытых резекций. Рецидив опухоли, тяжелый ретроперитенальный паранефральный фиброз, который будет сильно мешать выполнять вмешательство околоморбидное ожирение. Ну, может быть так, да. Коморбидность высокая тоже. Необходимость удаления рецидивной ревидуальной опухоли, ну, то, о чем я, в общем, частично сказал. Может быть, еще какие-то случаи, об этом говорили только что эксперты, я готов с ними согласиться. Однако, вот мы, команда, о которой я говорю, мы не используем аблацию, ну, а вы, в общем, хочу напомнить, что 12 марта нынешнего года Всемирный день почки, и слегка, слегка вас оповестить с тем, что мы, вот та группа, которая называлась раньше Сан-Инфан, теперь мультидисциплинарное врачебное содружество, мы очень много делаем для того, чтобы улучшить работу, в том числе работу с онкологической, онкологической помощью нашей координаты, ну, вот это такой некий небольшой пиар нашей работы, а что-то он не переключает у меня, но до свидания, ага, благодарю вас за внимание, пролетел слайд. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!